сегодня мы будем тестировать гримуары вернее я уже их потестировал немного и сегодня я покажу то что я увидел пока может быть сейчас кто-то еще подходит я попытаюсь таки починить чатик там может быть напишите еще что-нибудь я уже вижу что он немножко съехал покажу немного вам магии верстки если у меня конечно это получится получается у нас вот есть такая штука в обыске чатик и здесь есть css правило для нее вот и мы можем ее оформлять сейчас мы попробуем наш чатик исправить добавить элемент который его починит небольшой урок фронтенд разработки так создаем псевдо класс before которого должен быть в любом случае контент в данном случае пустой и должно быть что-то вроде вот лэп и вид сто процентов это создаем ему ширину сто процентов и допустим высота один пиксель посмотрим что станет с нашим чатиком теперь и что-то ничего с ним не стало что грустно и странно ну да ладно на этом первый урок верстки закончен считаю что он неудачный и мы будем тестировать гримар чик мы уже успели потерять из целых трех зрителей этом уроке самых нетерпеливых у меня интересно слышно вообще этика я проверю да я думаю да меня слышно хорошо в общем что у нас в наличии есть у нас есть в наличии вот такая книженция магическая с пути черепахи которая ну собственно наверное все уже знают все прочитали она соединяет в данном случае четырех врагов на 3 секунды и этим соединенным врагам наносится урон при нанесении каждому врагу процент этого урона всем связанным наносится а также некоторые эффекты передаются такие как стан и еще у нас есть вот такая книженция эпическая это у нас легендарная а вот есть у нас еще вот такая вот эпическая книженция которая казалось бы вроде бы намного намного слабее но то что я видел на арене когда ты тестировал гримуар меня очень сильно удивило и сегодня мы попробуем это повторить и собственно замерить какой будет урон гримуара все многие считают что гримуар очень слабый урон дает а то что я видел не совсем так давайте для начала сходим нашим обычным отрядом на арену и посмотрим ничего не изменилось как себя ведет наш отряд у нас здесь есть основной танк не очень жирный но хорошо впитывающий урон в общем-то на нем броня с эффекта события большое подводное испытание силы моря с руны которая хорошо восполняют урон и у нас есть душа на увеличение хп также у нас есть начатая тень полный охотник на демонов вот такой проклинатель тоже на начатый испепелитель да испепелитель и очень необычный паладинолучник который снимает дебафы и который наносит урон скорострелом и вот это вот руны и вот такой у нас есть очень тоже интересный дамагер магический который вносит довольно сильный урон в бою давайте сначала сходим таким составом чтобы было с чем сравнивать и потом будем тестировать наши гримуары так на арена вот это наверное лучше будет не наверное танк этому достаточно а потом мы будем тестировать гримуар сразу события черепахи и потом гримуар события ну не события вернее гримуар просто с арены обычный арендный гримуар эпический который вот прямо сейчас можно приобрести и посмотрим какой же гримуар лучше и как они вообще лучше чем наш обычный состав или нет а кто у нас здесь есть ну в общем то есть пару человек на которых можно наш отряд проверить давайте для начала нападем на приблизительно кого-то равного хотя с другой стороны давайте нападем на сильного бойца 13 миллионника и посмотрим что произойдет так как мы видим в общем то конечно урон мы наносим ему но этого не хватает что в общем то не удивительно так как слишком большая разница у нас девять с половиной у него 13 и у нас тень наносит урон в общем то как обычно не удивительно своей рунной которая находится на амулете отражающий в основном понятно что не только ей и вот кстати наш дамагер маг тоже наносит довольно неплохо урона в принципе все какой-то урон наносит но его немножко не хватает так хорошо ну естественно что если мы нападем на более слабого мы конечно же его победим давайте нападем на чуть менее слабого посмотрим что у нас по урону вот сейчас разбойника сильно не били поэтому урон не сработало естественно вот наш маг дамагер убил троих и наш танка лучник нанес 30 процентов урона вот ну вот про то что я вам говорил предыдущем видео предыдущем стриме что эта комбинация работает то есть напоминаю что у нас здесь вот такая руна пламени которая при срабатывании базовой способности наносит шестьдесят восемь тысяч урона по всем лицам с по каждому наносит шестьдесят восемь тысяч физического урона который срезается в броню то есть но если брони много то меньше будет наноситься и вот у нас такой арбалет скорострел который семьдесят восемьдесят девятого уровня примерно или восемьдесят третьего что-то такое ну в общем совсем не сотый но тем не менее лучник нанес 30 процентов урона так кто только что пришел я напоминаю что мы сейчас быстренько проверим наш текущий состав чтобы было чем сравнивать и потом пойдем уже непосредственно с гримуарами будем смотреть как себя ведут гримуара ведут они себя довольно интересно так мы напали на 2 миллиона выше противника и кажется что мы его победили вот у нас 9700 у него 11 на полтора миллиона опять же неплохо нанес в этом бою топор события ярость феникса лога наш нанес немного ну и магический урон есть и лучники тоже постреляли и вот смотрите опять же видите охотник на демонов он нанес столько же сколько и наш лучника паладин в общем то конечно если кто-то хочет то можно добавится ко мне в друзья примерно если кто-то такой силы имеет 10 миллионов и тогда мы дуэль не потестируем это тоже будет неплохо так что если есть желание пожалуйста добавляйтесь так где наш чатик так мой айти наверно надо сказать давайте сразу атакуем вот еще был вот 11 миллионов игрок но здесь не хватает нам немного но тем не менее мы дрались достойно кто у него наносил урон у него тоже есть сильный маг а это интересно что такое танкорез а этот танкорез вот такой урон уносит кстати да тоже интересная механика то есть он жертвует он так как он танк у него много здоровья он жертвует доц по здоровье наносит 350 процентов урон то есть практически полным здоровьем он своим бьет чистым уроном и вот видите 900 тысяч урона на нас и конечно же у него тоже скоро стрел есть причем еще и в полном комплекте погибели с этим бороться трудно ну по крайней мере сегодня стал шрифт чатики поинтереснее но сам чатик упорно не хочет исправляться так ну понятно что мы тут слабых выиграем давайте еще проверим на сильном потому что мы будем все таки сравнивать с гримуарами нам интересно насколько вот мы урона будем наносить сильным бойцам нашим текущим отрядом и гримуарами опять же вот видите почти 13 миллионник мы забиваем тут друг друга воскрешают они хотя ну вот чем было близко почти почти то есть мы имея девять с половиной почти смогли одолеть 13 миллионов вот такой вот у нас составчик хорошо теперь так теперь я в чат скину наверное свой ID если кто-то вдруг все-таки не побоится с десятью миллионами там 10, 11, 12 миллионов для тестов добавится то будет неплохо так мой ID 4, 6, 4 4, 8 0, 19 гремуар Василий работает интересно он как бы сам по себе что-то делает но не то чтобы прям он меняет баланс вот но зато есть у него интересные души под него верни под него так давайте так давайте наденем сразу наш гремуарчик с пути черепахи и так увеличивает урон всех да вот эта душа у меня есть интересно нам не нравится то есть у меня два лучника и у меня вот такая душа которая увеличивает урон союзных лучников сколько здесь получается на 13 тысяч на 5 секунд я считаю что это довольно неплохо так как у них у некоторых вот например у этого лучника всего 30 тысяч перебавка хорошая у второго лучника конечно не такая сильная но тем не менее тоже вы увидите как она будет в бою работать это довольно неплохо так ну собственно пока наверное хватит нам хотя нет мы будем второй гремуар тестировать со станом поэтому нам нужно этого мага сразу переодеть в стан давайте мы его переоденем причем мы не только его переоденем в стан но мы ему еще и руну дадим так оглушение врага и рун на мага вот такой вот у нас будет второй маг оглушает врага на 6 секунд и эффект перескакивает три раза при каждом прыжке при каждом прыжке при каждом прыжке время оглушения уменьшается на 0,4 секунды вот таким составом мы пойдем давайте и будем тянуть интересно интересно кстати а вот реликвии какие-нибудь есть на оглушение я не смотрел из новых по-моему там есть молот который оглушение дает но его еще надо прокачать так здесь арена у нас не такая сильная но что поделать зато попробуем увидеть эффект яиц феникса и что меня еще интересует это может ли этот эффект скопировать смогут ли вражеские маги скопировать этот эффект кстати мы тут проиграли так но у него есть 4 куска из набора паладина и поэтому он наш стан снял поэтому один наш маг он просто как бы бесполезный оказался маракул у него нанес очень много урона и очень много выхилл ну да тут походу у него такой тоже интересный интересная сборка которая перекрыла мою сборку у него у него получается на 700 тысяч урона не так уж много ну вот миллион урона один маг нанес хотя вот тоже интересно чем он так нанес заклинатель змеи урон не наносит а ну вот такое есть хм ну это тоже вроде не сильно наносит но это тоже вроде не сильно наносит вот эти этой броней что ли он нанес я не очень понимаю я не очень понимаю конечно откуда него миллион урона с этого мага но с маракул тут более-менее все понятно он в общем выхиллся и пережил меня ну вот как мы видим гримуар вот здесь получается бесполезен если есть паладин то этот эффект стана который должен по идее хоть что-то делать он вообще не работает никак давайте второго посмотрим сильного ну как сильного равного пассивеного привет алексей а вот со вторым мы вообще без проблем разобрались здесь у него нету просто паладина то есть только три кусочка а три кусочка стан еще не снимают и поэтому мы его как бы наверное законтролили получается давайте еще раз пересмотрим вот мы видим стоят 1 2 3 3 или 4 бойца стоят встань но яйцо при этом одно только вызвалось поэтому можно сказать что как бы это нам не особо интересно мы хотим чтобы сработало яйцо еще было бы конечно здорово если бы яйцо отразилось тогда бы мы наверняка узнали что маги могут скопировать как бы получается наш гримуар который скопирует яйцо а пока наверное ничего не пропустил мы сейчас пошли сходили моим основным составом и мы там победили 13 миллионов игрока одного другому проиграли ну и таких по 10 миллионов тоже победили игроков и теперь мы надели гримуар и пытаемся победить тоже сильных но здесь нам не попадаются сильные нам здесь только два равных попалось бойца поэтому будем еще искать если кто-то имеет мощь примерно вот такую 10-11 миллионов то добавляйтесь в друзья мы тогда дуэлями попробуем тоже проверить давайте нападем на 9 миллионов это наверное самый сильный из тех которые здесь остались думаю конечно здесь понятно будет что мы победим если только опять же бывает я это конечно очень редко встречаю я отчитываю составы которые действительно меня выигрывают там имея к примеру 7 миллионов там очень интересные сборки бывают но у них обычно два комплекта целых собранные один из этих комплектов это например погибель со скорострелом а таким бойцам я могу проигрывать и своим основным сильным составом ну здесь опять же мы видим что нету паладина и там бойцы пол боя в стане стоят а кстати напомню вот тоже интересная тактика есть если у вас арены такие проходят что у вас мало соперников паладинов то вот эта тактика получается очень интересно работает вы берете мага вы берете ему палку со станом с оглушением да вешаете на нее руну и получается что вражеские бойцы стоят в стане а ну и самое главное что у вас должно быть самого четыре части комплекта паладина если чтобы вражеские маги не копировали стан на вас иначе тогда все будут в стане стоять и это уже не так прикольно ну вернее ничего прикольного в этом нету здесь просто вот постоял в стане и мы его уничтожили вот у него бастион как бы есть ну и вот что этот бастион сделал ничего как план не сделал так как нам skype этот выключить у нас сильные оппоненты закончились будем добивать слабых будем добивать слабых и будем искать сильных ну пойдем сейчас в клан просить тоже дуэль раз никто не хочет добавляться или я что-то пропустил ну вот я не видел а ну другой стороны как я мог видеть если я на арене сижу то логично пять восемь семь пять с половиной ну вот еще есть восемь с половиной но мы на миллион выше не знаю как бы ничего мы тоже не увидим я думаю не знаю вот есть ли смыслы такие руны на такие на такое оружие использовать я например не особо вижу тут 15000 урон не так уж и много для того чтобы руны так как правильное использование руна но очень важно и действительно может очень сильно помогать так хорошо давайте пойдем просить в клан мон joking ха 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 Где же нам найти сильных соперников, на которых проверим? Еще желательно так, чтобы это были сильные соперники. Без паладина, наверное. Получается так, что если яйцо Феникса это стан, как бы, ну раз оно срабатывает, интересно, каким образом я занял первое место. Ладно. Если это стан, то паладин будет его снимать. А это скорее всего стан, потому что гримуар, давайте почитаем еще раз, он только оглушение передает. То есть урона и оглушение. И раз он передает яйца Феникса, то получается, что яйцо Феникса это оглушение. Логично? Я думаю, логично. Василий, ну, у меня тоже получалось, но я долго не играл много с гримуаром. Я просто надел его так, потаскал немножко, словил там один или два раза. Там особо даже не обращал внимания. и на этом удовлетворился. Вот. Но, когда я это делал, я заметил другой гримуар. Собственно, вот второй, который есть, был в превью к стриму, который при оглушении наносит урон. Сейчас я покажу, но давайте я не знаю, нападу. Ну, давайте нападем на 14 миллионов. Почему нет? А вдруг мы его победим? За счет гримуара. Ну, кстати, смотрите, станто пошел работать. Вот это поворот. Однако. Мы победили 14,5 миллионов. Такого я еще не видел. А есть это сколько? На 5 миллионов больше, чем мы? Это жестко. Это прям очень что-то жестко. Но, видите, опять же, у него нету паладина, и все. Как бы у него сильные эсеты собраны. А дальше что? Останто он не снимает. Вот у него разрух, да. Наносит урон. Бастион. Хотя что-то такое-то. Полу-бастион, полутень какая-то. Испепелитель, который должен большой урон наносить. Но они все стояли в стане и все. И выбрали. Мы победили на 5 миллионов больше. Вот так вот. Тут, конечно, не сказать, чтобы гримуар сильно сработал. Хотя, с другой стороны, но он тоже как бы урон перераспределяет. Поэтому, ну, в том числе и он. А, да, и у нас же мы сейчас надели гримуар. Не просто так, мы еще, получается, душа у нас, которая увеличила урон лучникам. И у нас лучники сейчас сильнее бьют. И получается следующая комбинация. во-первых, мы вот этим магам усилили лучников. И, во-вторых, мы ну, гримуар, как бы он связывает бойцов и им еще больше урона уносит. То есть, лучники наносят там урон по всем и каждому из кого они наносли урон, они еще 20% урона наносят. Смотрите, мы победили 13 миллионов, между прочим. вот наш лучник пал с арбалетом, да, вот смотрите, он нанес 900 тысяч урона. Ну, то есть, как бы смысл в чем? Сам по себе гримуар, конечно, ну, такой, не сказать, чтобы меняет баланс игры. Он, кстати, у него тоже гримуар, видимо, он тоже тестирует его. У него, кстати, даже 25% урона, у него очень много силы магии. Но, он, у него, кстати, тоже нету паладина, я смотрю, и получается, что вот против таких составов просто просто замечательно работает гримуар и Макс с Таном. Ну, уничтожили очень сильных врагов. Они, наверное, просто удивлены, что тут такое происходит. Сейчас будут бояться, наверное, нападать на меня, если они смотрят отчеты боя. Но, с другой стороны, если они нападут, то интересно посмотреть, они выиграют или проиграют. Но, пока, можно сказать, что, в принципе, с гримуаром можно играть. То есть, если есть хорошая душа, там есть души, конечно, вообще очень сомнительные, там, которые, не знаю, там, снижают что-то кому-то. Хотя, с другой стороны, я сегодня у топ-китайца, который на первом месте сейчас находится, видел вообще очень странного персонажа, паладина, четыре кусочка паладина и гримуар, но не этот гримуар. он там что-то снижает. Вот как-то так. Ну, там, броню магом или что-то такое. То есть, которое, по идее, ну, вроде бы, никто не должен использовать, а он на первом месте находится, и у него в составе есть такой, такие артефакты. причем, это не просто, они сваренные на, ну, на некроманта сваренные. Хотя, может, ему, как бы, делим бесконечное количество, ему не жалко, не знаю. Слушайте, смотрите, мы, такое ощущение, что сейчас разберемся со всеми топами на этой арене. смотрите, мы победили. И здесь опять же наш разбойник с руны зарешал. 33% урона нанес. Ну, и, конечно, не только с руны, вот еще вот эта душа очень неплохо работает. Ну, каким-то образом и некромант на что-то урон внес. А вот смотрите на эти числа. Ну, вот наш танковучник, пожалуйста. Еще и выхилился. Просто молодец. Так, ну, мы пока вот играли-играли, но яиц феникса под гримуаром мы не видели. Не бывает. Ну, получается, это сколько уже? Сейчас будет десятый бой. Забавно, мы его победили, но по очкам не обогнали. Ну, будет на десятый бой, если не будет и феникса, то получается, как бы, что скорее всего, очень редко выпадают. Не, 15 миллионов я уже не хочу, и это уже слишком. Давайте, наверное, вот на 12 сходим еще. Ну, кстати, что? Ну, кстати, тоже гримуар. Ну, это непонятно, это до сих пор тестируют люди, или все-таки уже начали использовать. Но мне кажется, что все-таки, вот, например, у него маловато, у него 20%, но зато 5 врагов, так как подруны, да, подруны, подруны 5 врагов. А если бы он был древний, то было бы на 4 секунды. Ну, и нехитрыми математическими действиями мы получаем, что как бы двойной урон наносится, то есть ты наносишь урон по кому-то и еще, а нет, ну, почти двойной, еще 4-м другим врагам наносится 80% урона. Скорее всего, так. Но если тут будет 25, до 25 можно поднять, тогда получается, что двойной урон. то все-таки видимо гримуар работает. Ну, станк, конечно, наш работает довольно неплохо. Но этот бой мы проиграли. Но не все же нам побеждать. Мы дрались с очень сильными соперниками, заведомо сильными, то есть у нас нету 10, 5, но мы нападали на тех, нас намного сильнее. И многих мы победили. Давайте посмотрим еще интересно, кто у него вносил урон. У него тут, конечно же, латы сила моря, которая уже в каждом бою сейчас есть. такой тоже какой-то типа пола, полотень, полотенце, как его называют. Ну, интересно, что хотя было всего два кусочка полотенца и там станы работали, но он смог победить каким-то образом. Кстати, я так и не совсем понимаю. Наверное, как-то он разбил наш строй. вот еще посмотрим. Вот в стане стоит три бойца, а сзади это прыгает полотень и начинает вырезать нашего лучника. Вот, кстати, странно, по идее он должен был прыгнуть к нашему паладину лучнику, но почему-то он прыгнул к нашему основному лучнику. Немного непонятно, как это произошло. А, ну тут еще испепелитель, да, хорошенечко так делал на делал. Не то, чтобы даже урона нанес, а он там не давал лечиться, всякое такое. Ну, то, что он и любит делать. Ну, тут как бы вот стоят бойцы его в стане, но вот этот его полотенце так наносит урон капитально. Почему не совсем тоже понятно, чем он наносит? Так, еще раз давайте посмотрим. кинжало мостая штучка. Снижение брони противника коневого душа и отражение урона. ну, такая вот интересная комбинация я такое еще не видел, чтобы полотене такой урон наносило сильный. Ну, ладно. ладно, хорошо. В общем-то, гримуар работает. Давайте еще теперь все-таки наш второй гримуар посмотрим и сравним. Кстати, несмотря на то, что мы проиграли, мы заняли третье место. Видимо, на нас нападали и проиграем. Вот эти вот тоже большие уровни. Либо вообще побоялись нападать. Хорошо. Давайте наденем второй гримуар и раз уж мы не встретили кстати, вот я еще даже кинжальчики так и не надел. Хотя не здоровские конечно, но это что касается вот в принципе ажиотажа вокруг вещей очень редко бывают действительно такие вещи, которые ну вот прям имба-имба. Ну кинжальчики да, они хорошие конечно и можно надевать. Тут урона побольше, и крита побольше и свойства интересные только ворота нету. Но уже я не буду сейчас надевать, потому что ну как бы чисто эксперимент оставим. Но смысл в том, что они хорошие, но не супер не сомбовым. тот же гримуар, он иногда интересные вещи делает, и пока непонятно, вот опять же, мы смотрим просто обычный комплект, а вот как себя ведет некромант, как себя некромант ведет, это тоже еще вопрос. К сожалению, у меня нету столько финансов, чтобы быстренько создать некромант и проверить, как он себя ведет. Но если кто-то создаст и проверит и покажет, будет интересно, конечно, посмотреть, как гримуар себя ведет. Именно уже как варенный в некроманты. Хорошо. Давайте теперь сравним нашу наш гримуар второй, который тоже со станом работает. И вот в чем его смысл. Он проклинает всех противников, то есть всех. Здесь мы связываем четверых, а здесь всех. И здесь на 3 секунды, здесь на 5. И любое оглушение, полученное противником во время проклятия, действует чуть дольше, это нам не особо важно. Но вот что нам действительно важно, что наносит почти 60 тысяч урона магического. То есть казалось бы эпический гримуар, аренда, но все равно эпический гримуар 96 уровня. Урона меньше, силы магии меньше, всего меньше, камней почти нету. Но какое интересное свойство, вернее не все интересные свойства, крайней мере то, что он связывает всех на 5 секунд и при получении стана наносит 50 тысяч урона всем. Ну а у нас я уже как говорил специально мы сделали вот такого мага, который стан китает. И еще может быть кстати мы можем вместо топора наверное дать нашему танку он конечно наверное будет меньше жить но дадим ему нашу булаву булаву зимнего испытания хотя у с этой душой примерно будет одинаковый урон так в чем у нас смысл 35% шанс оглушить противников на 3 секунды и есть дополнительный шанс нанести урон эффект тоже сработает то есть там такая булава у нас смысл в том что мы максимально будем стараться выдавать стан своим отрядам давайте посмотрим как работает данная комбинация там то что мы смотрели получается сам маг с гримуаром он вроде бы не сильно урон наносил но смысл в том что все ведь наносят урон и получается что он этот бал который вешает гримуар он для всей команды работает то есть вся команда она начинает наносить больше урона и в этом ключе уже гримуар совсем по-другому играет то есть он все-таки довольно интересный интересную механику имеет так какие у нас соперники 15 миллионов 10 14 8 так ну давайте нападем на 14 миллионов так ну что у нас тут был стан но что-то урона я не вижу пока если честно вроде станов было много вроде тут все как бы стояли глушенные но 400 тысяч урона с другой стороны вообще наш отряд быстро умер и лучники вообще никакого урона не нанесли по сравнению с этим 400 тысяч урона не сказать чтобы совсем мало мы все-таки напали на 14 с половиной миллионов это не шутки шутить ну да тут комплекты комплекты полные у нас очень быстро испелить вот жжок урон хороший сейчас я кстати найду у меня все-таки есть запись должна быть где яйца феникса появляются за счет гримуара да у меня есть она сейчас покажу давайте еще нападем на чуть более сильного соперника чем мы но намного слабее чем мы нападали так опять мы видим что станы есть а это значит что по идее должны и уроны быть у мага с гримуаром давайте смотреть смотрите видите урон то есть целом в целом в целом урон есть ну конечно с другой стороны было это воскрешение потому что если бы было воскрешение тогда урон еще бы с брони был да было воскрешение но в принципе когда было воскрешение здесь только танки были поэтому получается что довольно сильный урон прошел именно с самого гримуара тут остался но 15 миллион я думаю мы точно не заборим паладин тем более утром есть который будет стану снимать а тут тоже паладин да ладно ну давайте на этого нападем нам в принципе главное чтобы смотреть урон какой будет проходить так ну в общем то опять 20% урона то есть что то что-то все-таки этот гримуар дает но не сказать чтобы он какой-то заоблачный прям урон выдавал но опять же механика такая довольно интересная особенно если учесть что это 96 уровень эпический гримуар если вот вы перешли на сотую лигу только и у вас особо там нету предметов легендарных возможно имеет смысл приобрести данный гримуар в магазине арену он сейчас продается такая интересная штучка не знаю даже буду буду я сам с ним ходить скорее наверное нет скорее я вернусь к своему обычному составу но если у кого-то нету особо много вещей тогда можно наверное и воспользоваться данной книжечкой все механику гримуар мало кто еще понимает как она работает да наверное даже сами разработчики не особо понимают что именно они хотят но сейчас поменьше было урала ну с другой стороны как бы кто-то соперник конечно был которого особо и не сделаешь урон так ну вот я обещал видео где были у нас яйца феникса вот получается у нас вот первое было научники и еще один два три там сколько еще минимум три то есть минимум четыре яйца феникса да у нас появилось единственное что из того что я видел как бы взорвал взорвалось только одно яйцо то есть вот центральное а остальные как бы просто висели и еще может быть такой момент что это анимация висела на самом деле так долго потому что там все таки 20 процентов от 4 секунд айцо феникс оно все таки 4 секунды работает да это всего секунда здесь замедленное видео конечно но здесь вот давайте смотрим 4 3 2 1 ну то есть вот там почти 5 секунд как бы если по тайм рассмотреть ну наверное в общем полное полное время яйца то есть полные 4 секунды была как бы анимация этого яйца но на самом ли деле были обездвижены о все звук звук восстановлен вот такая беда приключилась однако интересно на каком моменте он отвалился ну-ка сейчас секунду так в общем что получается еще раз тогда по гримуарам разук не было получается что вот этот гримуар он работает довольно неплохо если у вас есть особенно хорошая душа в связке которая усиливает вашу команду вот у меня эта душа усиливает моих лучников и в частности она усиливает лучника моего который танковый и как вы видели урона он наносит много можем в принципе мы еще раз сходить финальный на арену опять же с этим гримуаром еще раз посмотреть словить попытаться сильных бойцов посмотреть сможем ли мы их победить но те кто был видел что мы победили даже одного бойца на 5 миллионов больше чем мы то есть у нас 9 с половиной там 9700 уже а мы победили 13 с половиной то есть все-таки этот гримуар работает другое дело насколько он лучше чем у вас есть другое как бы если у вас в принципе ну альтернатива ему если у вас есть что-то что примерно так же работает как и он то наверное его нету смысла использовать потому что в подземелье он довольно бесполезен но на арене и там где вот такие проходят сражения именно с большим количеством бойцов то есть клановая война или нападение на карте то гримуар работает очень неплохо особенно гримуар вот связки со старым тоже как мы видим работает если у врагов есть нету паладинов то мы уничтожаем таких врагов довольно легко но опять же вот нам не повезло с ареной в каком-то смысле потому что она нам слишком легкая выпала и ну да мы победили равную и победили и все как бы жалко что нам не выпали сильные враги так ну и не знаю давайте еще все-таки выполним дальнейшую часть нашего плана и придумаем стих я предлагаю написать просто какие-то слова или вот не знаю про что наверное про путь черепахи мы хотим придумать ну про хасл-касл естественно и про наверное про путь черепахи ну или вот просто какие угодные идеи там или просто слова или вот напишите что-нибудь от чего можно оттолкнуться чтобы было интересно чтобы как бы это был наш общий с вами стих там не знаю фразу какую-нибудь ну что угодно что связано с хаслом-каслом наверное там с черепахами может быть с черепашками ниндзя не знаю ребята давайте минимальную активность а то вы не войдете в историю блин нет у нас сильных соперников здесь жалко давайте знаю ну что-нибудь нет там черепахи черепахи пам-пам-пам-пам не хотите вы придумать стих вместе со мной ладно сейчас попытаюсь сам так но звук у меня есть, это теперь точно ладно, давайте что-нибудь там накидывать, раз вы не хотите я сам буду накидывать надо сразу накидать какие-то ключевые слова, там, не знаю, путь черепахи путь черепахи да путь черепахи путь пусть путь черепахи путь черепахи путь черепахи Смотрите, больше что-нибудь такое. В глазах у меня грусть. Снова выдался нам путь. Кстати, получается, что в комментариях тут нету Ctrl-Shift, вернее Shift-Enter. Выдался нам путь. Подвезли нам путь черепахи. А вот как только охи да ахи. Да. Это потому что фармить этот путь надо бесконечно долго. Так. А теперь это надо сделать как-то красиво. Так. Что-нибудь будет такое. Снова выдался нам путь. Подвезли нам ивент черепахи. А в глазах у меня грусть и вокруг только охи да ахи. Так. Надо это записать куда-то. Куда это можно записать? Так, чтобы это было видно и вам. Ну-ка, то в комментариях как-то неудобно. Так, как я там говорил? Каким-то магическим образом мы опять заняли первое место. Хотя мы вроде бы проверяли просто силу нашего отряда. Не смогли ее причем проверить. Так, ладно. Давайте со стихом закончим. А, ну еще можем, в принципе, вот могу я вам открыть то, что у меня получилось, касаемо пути. То есть я прошел полностью два и третий я прошел до брони. Но есть у меня еще надежда на рекламу. Рекламу я смотрю как бы с трех устройств. Иногда на меня как бы такой штраф накидывают. Ну, то чтобы штраф обычно два часа и потом показывают рекламу. А у меня, получается, иногда бывает там по десять мне вешают. Но я зато получаю по 600 черепах с просмотром. Ну, то есть я с трех устройств смотрю и получаю 200 на 3 600. Так, давайте закончим со стихом. Как я там говорил-то. Сейчас, снова выдался. Нам долгий путь. Подвезли нам ивент черепахи. А в глазах у меня грусть. Грусть. И вокруг только охи да ахи. Так, ну вот так вот у нас получилось. Я не знаю. Стоит ли делать второе? Второй четыре стишки или этого достаточно? Как вы считаете? Хоть кому-то это интересно. Ребята… ну ну ладно все тогда это будет у нас финальная версия нашего произведения фантастического так как никто не хочет участвовать значит что мы сделали мы протестировали наш состав усилили как не усилили как бы заменили нашего мага который наносил урон на мага который отдел гримуар и усилил наших лучников вот вот этого в основном нашего лучника который в свою руну наносит урон вот такую душу мы надели и вот с этой душой этот гримуар с пути черепахи сработал здорово ну мне понравилось наносит он за счет этой связки примерно на 80 процентов больше урона у моего мага можно до сотни еще увеличить если там все камни прокачать и максимально затариться на силу магии вот и таким составом мы смогли победить игрока на 5 миллионов сильнее чем нас что у меня произошло лично впервые так что я считаю что как минимум он не хуже работает чем другие магические оружие тем более что он то сам был без руны но у нас еще был конечно неплохой вот этот маг который оглушение раскидывает и врага не было паладина вот мы сравнили с гримуаром которые арены эпически он тоже наносит урон но наносит его не настолько много чтобы это был прям вау-эффектом каким-то поэтому я считаю что конечно с пути лучше гримуар если такое был бы золотой то смотрите там он тоже стих написали что такое стук ворота принесло опять кого-то кто же это снова граф он принес путь черепа ну здорово классно пишите в комментариях свои версии про путь черепахи у меня получился грустный стих вот здесь получился веселый пишите какое у вас настроение грустно ли веселое оставляйте любые там комментарии интересно вам это не интересно ставьте лайки ставьте дизлайки подписывайтесь на канал надеюсь было хоть немного интересно всем спасибо за просмотр и я надеюсь до новых встреч пока